И вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен, и мы продолжаем проходить такой шедевр, как Final Fantasy под номером 7. В предыдущей серии мы добрались с вами до Коста-дель-Соль, это такой курортный край местной Сочи, и как вы видите, даже ход же не отказывает себе в том, чтобы наведаться в эти места и немножко отдохнуть. И, кстати, очень странно, на самом деле, что так много молодых симпатичных девушек вокруг этого, не побоюсь этого слова, урода, потому что он действительно не самый красивый товарищ, что можно видеть не столько по его модельке в данной игре, а вот прям тут, но и по артам, в общем-то, концепт-артам, которые он рисовал Тацуин Амур, но это не важно. Ну, может быть, он их привлек своим великим-великим умом, а может быть, фамилией, ну, как бы там ни было. Давайте пробежимся по здешним как-то территориям. Я, кстати, не понимаю, что это за гул такой, который там на фоне, я не знаю, слышите вы его или нет, а я сперва даже подумала, что у меня глюки и причина в моих наушниках, но в других местах вроде как все хорошо. В общем, странно. Я надеюсь, вы этого не слышите. И, кстати, Ну, что это за звук такой? Может, у меня правда глюки? Я думаю, знаете, что мы сейчас сделаем? Мы с вами чуточку отойдем, в общем-то, от движения по сюжету. Это будет не совсем прокачка, но и не совсем, не совсем, не совсем, в общем, потому что я хочу сейчас сделать... Нет, смотрите, гуденья пропала, отлично. Вот, вот именно до этого я хотела выйти сюда. Ну, и заодно, я думаю, мы пробежимся, потому что там очень-очень хорошая материя лежит. Юфи ее продает, и нам она очень нужна. А чтобы ее получить, нам, в общем-то, не помешает побегать, потому что денег у нас куры. Даже клевать не буду, потому что их вообще нет. Тысяча только с копейками, а та материя стоит 3, и она стоит того, потому что это материя воскрешения. Воскрешение, как вы понимаете, чем раньше мы ее заполучим себе, тем быстрее, в общем-то, мы ее сможем начать прокачивать. И, следовательно, тем быстрее она прокачается, в общем-то. Что это за матрешка? Ну, давайте, кстати, много... Нет, вызывать, наверное, не будем. О, утиф уже, да, предел. А? Блин! Ну, ладно. Ну, вот еще и у Клауда вообще прекрасно. Третий удар, наверное, пролетим. Не будет его... Ну, да. А, все, что ли? Фуууу, как слабо. Ну, ладно, как бы там ни было... Хорошо. Восемьдесят... Восемь? А, нет, двести двадцать, господи. Я уже перепугалась, что-то я уже забыла, как карать в финалку. В общем, двигаемся дальше. Чуть-чуть побегаем. Ну, учитывая, сколько нам дают за здешние бои. Я думаю, у нас немного займет. Как-то времени эта прокачка. Потом надо бы еще вспомнить, куда нам потом идти на самом-то деле. Потому что я, честно говоря, этого не очень помню. С предыдущей серии я только помню, что Ходжи нам там что-то говорил. А, и, к сожалению, я не помню, что он говорил на самом-то деле. Надо будет потихоньку вспомнить. В общем, не знаю, куда-нибудь там мы двинемся. И, кстати, надо бы тихо подлечить. О, красота. О, 649. Ты умер. Отлично. А, и у меня еще такая радость. Ну, пока мы бегаем, можно, я думаю, на стороне темы попалакать. В общем, такая радость, такая радость. Я монитор себе подправила. Но не то, чтобы он был плохой, он был хороший достаточно. Несмотря на то, что он стоил дешево, я его купила за сколько, боже мой? За 4000 LG с разрешением 768 на 1360. 360, ага. В общем, мне кажется, очень даже хорошая цена для такого монитора, потому что он действительно радует. Но у него небольшая проблема. Не знаю, это, конечно, в зависимости от стола, от других каких-то моментов. Он низковато стоял, и я в последнее время начала думать, что что-то не то происходит. И пришлось его, к сожалению, на две книжечки поставить, на такие тоненькие. Кстати, книжки я очень рекомендую вам почитать. Они называются Дептфорские мыши. Трилогия. Три книжечки достаточно такие, не очень большие. Там еще и шрифт, что я сделала. А, хотя ладно, нормально. В общем-то, шрифт там достаточно хороший, поэтому, в принципе, книжки короткие. И читается достаточно легко. Сразу же скажу то, что это, в общем-то, про мышей, фурии такая. Фурия история про фурии. Но это больше напоминает, честно говоря, дарк фэнтези какой-то, потому что там такая история рассказывается, там такие события происходят, что детям такие книжки лучше читать не давать. А, и книжки, они действительно очень хорошие. Они как-то в отдельные моменты они радуют. Как это сказать, господи, правильно. В общем, там, если какая-то радость происходит, ты действительно радуешься, потому что там действительно красиво все это описано. Но если там начинается что-то страшное, что-то вот прям мрачное, жуткое, это настолько хорошо описано и настолько как-то атмосферно это все обыграет, на что, мам, не горюй. Просто я когда читала, я в шок просто впадала в процессе чтения, потому что там очень хорошо выдержана атмосфера и жуткие моменты, они действительно там жуткие. И, в общем-то, там даже на обложке накалякано то, что это вообще-то ужастик. Я не сказала, конечно, что это ужастик, но такие хоррор-моменты там действительно присутствуют. И там отличная история. Просто кто любит хорошие истории, кто любит атмосферные книжки, в общем-то, атмосферу, такую мрачную, периодически прерывающуюся чем-то более радужным, приятным и веселым, но с каким-то таким налетом грусти и печали, я очень рекомендую. В общем, вот такая вот рекомендация, такая небольшая реклама. К сожалению, я вообще не встречала людей, которые вычитали эту книжку пока что, вообще ни разу. Там кто-то говорил то, что я вроде слышал, что один только человек сказал, что да, я слышал. Но читать никто из моих знакомых за мои много-много лет никто не читал. Очень как-то даже обильно, потому что книжка прекрасна. Вот. Так, ну что, сколько у нас там денег? Я же не буду полсерии прокачиваться. Хотя, это такой небольшой отход, тоже неплохо, я считаю. Матрешка, умри, пожалуйста. Вообще, что-то я в последнее время очень мало читаю, это ужасно. Я раньше много как-то читала, так, стандарт, там, брала какую-то часть текста и прочитывала. А сейчас из-за того, что у меня повышенный уровень, да, вы? Извиняюсь за покашливание, горло что-то побаливает. Все-таки не до конца выправилась. В общем, по поводу... Что я там говорила-то? По поводу книжек. Вот из-за того, что у меня одно из хобби связано, в общем-то, с огромным количеством чтений. Я читаю это сама по себе много достаточно. И читаю, и пишу, в общем-то. Ну, ядрить, колотить нормальных каких-то книг я не читала уже достаточно давно. Только так вот на днях думаю, ну пора бы уже, господи, что ж такое-то взяла на прочитку «Таинственный остров». Сто раз уже пыталась, жули верно, если что, сто раз пыталась прочитать, никак у меня что-то не получалось. В основном я пыталась в детстве. Для меня текст, манера изложения тогда была немножко скучной, такой слишком серьезный, какой-то вдумчивый. А сейчас читаю достаточно интересно. Ну, я и коломаневлю, я редко сажусь читать, и это плохо. Надо начинать, нормально. О, у нас уже 3000 есть, прекрасно. Пойдемте тогда купим материю и подумаем уже, куда нам, в общем-то, двигаться-то, в общем-то. Кстати, а сейчас гудения нет. Слышите? Странно. Что это было? Не знаю. А, Юфи? Юфи, пожалуйста, материя. Да, хочу. Хочу, хочу. А почему вот ты продаешь материю, а у нас ее в инвентаре нет? Оживление, вот. Хорошо. Огонь теперь очень дешево стоит вместе со льдом. А вот печать, что это за печать? Что это такое? Что это такое? Я не помню, что это такое. Посмотреть как-нибудь можно? Нет. Я прошу прощения. А, ладно. Я не знаю, что такое печать, честно говоря. Слушайте, а давайте я сейчас на секундочку на паузу поставлю, пойду посчитаю, что это такое, а потом мы с вами продолжим, в общем-то. А, в общем, короче говоря, печать это, если я правильно поняла, печать это же у нас сил по-английски. Если я правильно поняла, эта печать, как и один из лимитов Айрис, накладывает эффект сна и молчания. Помните, у нее такой был печать зла? Тоже, как бы, печать, но здесь просто печать. И, по-моему, это оно есть. А, ну, я думаю, мы как-нибудь без этого поживем. Пока что, по крайней мере. Ты кто, мужик? А, нет, нет, слушай, отстань. Слушай, отпусти меня, ради бога. Ты кто, мужик? Батч. Ну, нам повезло, что у нас работает на полуставке такая симпатичная девушка. Да. А тут у нас что? Волстинница? Я думаю, есть смысл. Ух, что ух? А, Барретт! Эй, эй, все нормально? А, смотрите, он в костюме моряка. Помните, ему же сказали то, что... А, подожди, Барретт. Барретт. Дверь открой. Зараза. В общем, красуется там перед зеркалом. Мы же сказали то, что ему очень идет. А, ну, я, кстати, думаю, да, действительно, что здесь делать? Остаться. Ну, да, давай останемся. Опять солнечный. Да, точно. Да, действительно, под шум прибоя. Ну, в общем-то, ладно. Давайте выдвигаться. Что ж такое-то? А, ладно. Доброе утро, удачного путешествия, спасибо. Все, уходим отсюда, га. И давайте вспомним, что нам сказал Ходжу. Может быть, кстати, он там еще валяется. Может, он нам скажет, потому что, честно говоря, правда не помню. А, нет, его нет. Ты кто, женщин? Да, профессор Ходжу где? Похоже, что профессор открыл или нашел решение для чего-то. Знаешь, интересно, отправились ли они на запад, на гору Коралл? А, во! Во, отлично. Все, мы знаем ориентир. Отлично. Он двинулся к горе Коралл. Значит, нам надо туда же, определенно. Ну, хорошо. Пойдемте тогда. Так, ребята, 13 здесь больше нету. Точнее, простите. Нанаки. А, ну все, тогда уходим отсюда. Здесь нам, на самом деле, делать больше нечего. Так, гора Коралл. Запад. Вот туда нам надо. В общем-то, да, вон тропинка. Видите, да? Вот между горами. Вот нам как раз туда и надо. Ну, там что-то впереди. Какое-то дерево, я так понимаю. И нас опять атакуют. Боже ж мой. Странно. Как вы помните, говорили то, что Ходжи что-то там отказался делать. Вообще, где-то там заперся у себя. Что-то там он мутит, в общем. Я уже дословно так не помню. А оказывается, он уехал на Косодельсоль отдыхать. В общем-то. Странно. Немножко как-то противоречит одна информация другой. Это подозрительно. Что, все, что ли? Ну, ладно. Па-па-па-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра- перевалы, там какие-то пещерки впереди. Я надеюсь, нас туда пустят. Вряд ли. Так, ладно. Опять эта матрешка. Вообще, вот такие вот как... Господи, то ли они в этом... Как он назывался? Мультик-то детский. О, господи. Боже, ну там эти еще... Такие куклы были. О, боже. Ну там не было... Там, по-моему, гребет, кстати, там было, да? Или как там назвали этого лягушонка? В общем, господи, как она называлась-то, эта передача? Так, господи, я не помню. Вот так всегда. Хочешь что-то вспомнить и не помнишь. Когда не надо, помнишь. Так, ладно, мы здесь сейчас оглядимся, мы, конечно. Дадут нам. Ой, нет, так вообще ничего не видно. Подожди. Я хочу вот в ту сторону посмотреть. Там что-нибудь и... Нету там ничего. Ладно, нам надо сюда, потому что здесь... Ой, пардоньте. Слишком много shift раз нажала. Потому что shift у меня отвечает, в общем-то, за вот этот поворот. Ну, ладно. Не важно. Идем дальше. Господи, да как же называлась-то передача-то ядрить-то колозить? А-а-а. Вот что-то вертится, да, эти на краю мозга? А, ну я не могу вспомнить. Так, ладно. А-а-а, черт, не успели. Дайте там, мужичка. Че-то он там валяется прямо на дороге. А, ну ладно. Блин, я все-таки хочу вспомнить. Как же называлась эта программа? Ух, ты как-то был на нее, что ли? Такая маленькая бабочка, а так на... А так на гадила. Что ж такое? Че на тебя льдом-то налезть? Ну, ладно, будем тебе... Ой, ну ладно. Будем тебя льдом тогда, может быть, или ты вообще на магию невосприимчив? Не, он, видимо, огненный какой-то. Там, существ. А почему мы с одними женщины, Клауд? Объясни мне. Может быть, как-то на бар это поменяем? Кстати, хорошая идея. Давайте смотаемся на секундочку. Ну, ну уходи. Давайте поменяем немножечко членов нашей партии. Так, кого бы нам взять? Ну и, в принципе, с Айрис, я думаю, неплохо. Просто, черт возьми, у Айрис материи. Давайте, ладно, хрен тогда, пускай она будет. Черт. А здесь, что хорошо, когда основная партия, то есть вот наша, например, сейчас Стива, Клауд, Айрис, когда они прокачиваются, прокачиваются и другие. То есть они чуть-чуть помедленнее, скажем так, да, поменьше, но они прокачиваются. Такой хорошей прокачки сторонней, да, других персонажей, к сожалению, в ранних финалках нету. Там приходится именно всех прокачивать. Там, конечно, в какой-то момент другие персонажи тоже перескакивают на определенный уровень. Но там это все-таки приходится больше вручную набивать. Хотя здесь тоже в какой-то степени. Эй, ты со мной говоришь? Что это? Что такое? Я только что видел там парня в черной накидке. Я попытался ему объяснить, что впереди опасно, но он меня проигнорировал. Сефирот. Пойдемте скорее. Там тоже был парень в черной накидке? Странные вопросы. Айрис, ты всегда задаешь крайне логичные вопросы. Так, ладно. Все-таки, все-таки горло подводит, конечно. Я за это извиняюсь, но или так, или никак. Я уже говорила, как пора с собой. Я понимаю, это, наверное, раздражает очень сильно. Ну что поделать. Меня это тоже раздражает. Потому что это с моим горлом происходит. Ну что, вы умрете? Нет. О, сейчас под печать зла. Ну вот, эта печать зла как раз. Так, ну ладно. Я, кстати, не помню, чтобы я пользовалась печатью, честно говоря, вот этой материи, в смысле. Потому что, если бы я пользовалась прямо так хорошо, мне кажется, я бы запомнила, что это такое. А я даже не помню вообще, чтобы я ей пользовалась. Супер. Здесь материя, я бы не сказала, что прямо-таки очень активно прокачивается. Поэтому здесь, на самом деле, лучше сосредоточиться на каких-то определенных, на которых... Которыми, точнее, ты действительно будешь пользоваться. Сразу все... Ну, отлично. Лучше, конечно, не юзать. Кстати, мы там никакую материю больше не подбирали. А, черт, мы же восстановление купили. Почему я... Ифрид у нас есть. Так, восстановление. И давай оживление тебе дадим. Или оживление Айрис, может, тебе отдадим. У нее там есть место? Нету. Понятно. У нее здесь Шива. Есть, есть. Я два раза сказала, да? Нет? Не поняла вообще. Пам-пам-пам-пам-пам. Я даже не знаю. Ну ладно, давайте так тогда. Оживление Ифрид. Хотя, подождите, подождите. У Клауда минимум вообще материи стоит прям таких. А давайте тогда у Чифа и Ифрита заберем. Поставим его Клауду. Да? Ну ладно, ну ладно, пускай так будет. Все, побежали. Там-там что-то так светится. Там-там. Давай, побежали. Прям вот очень светится. Что бы это могло быть? Оу. Внезапно. Прошу прощения. Что поделать? Внезапно макореактор. Ага. Я так хотела послушать музыку, а вы мне испортили все. Ну ладно. Ну опять эти букашки. Они похожи, знаете, на жучков. Не только. Жучков-крыс. Я не знаю, что это такое. Может вызовем кого-нибудь? Так, чисто для... Черт, на них же огонь не действует. Что ж я творю-то, а? Блин. По привычке. Нажала, заболталась. Ах ты же, ядрит твою налево. Ну ладно. На них атак обычно неплохо действует, поэтому... И леги, кстати говоря. Да и ветое дыхание, это не очень хорошо. Ох, 154. Офигеть. Вызвать... А, и фриты нельзя. Это же огонь. И фрит это огонь. Нельзя. Так, опять огонь. Везде огонь. Давайте клауду подключите мне, пожалуйста. Магия. Лед, давай. Ой, хшивы. Хорошо убивать. Ну я не буду вызывать ее, конечно. Потому что их и так можно уделать. Замечательным образом. Отлично. Так мало денег заняло я тут. Так, макореактор. Сюда шел сефирот. Зачем? Опять? Господи, я так и знала, что не успею. До двери дойти, меня атакуют. Ах, все это как-то очень подозрительно. Что ему тут надо было? Ам-пам-пам-пам. Лед. Что это ты там сделала? Только что маленькая букашка. А, магия. А, двадцать. Ну, что за роза? Огонь. Нет, не огонь. У Чифы вообще что-то. У нее только огонь. Ну, впрочем, ладно. У нее рукопашина плохая, поэтому она все-таки у нас не маг. В магии она стоит на уровне поддержки, скажем так. Ладно. Ой, зачем я это сделала? Боже мой. Ну, вот так забалтываешься и делаешь какую-то глупость. Хотя... У нее критический удар был, но попалась так хорошо. Убила своим кавриальником, не знаю, что это. Он похож... У нее по... Отлично. А, у нее посох у Айрис похож на такой удлиненный какой-то бумеранг. Я не знаю, на какой... Нет, хотя на какой бумеранг... На весло на какое-то изогнутое. Может быть, нам... Нет, нет, нет. Нет, нам нужно сюда. Ам, парам-пам-пам. Да это же бог вспомнить. А, да что ж такое-то? Я не успела даже шага сделать. Атакует просто кошмар. Ну, а с другой... Мм, какие-то индюки. Павлины, я не знаю, что это. Павлины действительно похожи. А, парам-пам-пам. Давайте огнем тогда вас. Я думаю, вы-то... Ох, как мне вот это нравится. Вовремя, кстати, лечение 2, потому что мы чуть-чуть начинаем уже как-то прокачивать уровень здоровья. По ходу дела. И враги тоже становятся достаточно такими... Как это сказать-то, господи? Хотела сказать слово и забыла, пока хотела сказать. В общем, действительно, отвлекаешься. Дерешься на все эти атаки. Распределение команд. В общем, доставляют проблемы враги местные уже. И это не очень хорошо. Давайте сперва... Куда я бегу вообще? Куда я бегу? Мне что-то не надо. Да? Да? А, мне надо... Мне надо чуть-чуть. А-а-а, я так озанала. Не отпускают просто. Ну, просто не отпускают. Преимущественная атака, да, я знаю. Так, магия. Ладно, давайте долбаним, ага. Со спи. Это что сейчас было? Магия. Огонь! Давай. Давай, Эрис. Убей их. Убей их всех. Пускай у тебя хоть какой-нибудь толк будет. Точно, смотрите, у нее посох, как два весла скрепленных. У нее там даже по центру какой-то такой скреп... Ох, ты ж, нифига себе атака. Это четыре такие атаки, даже... Да, четыре, и как бы их все, и нас нету. Офигеть, скажу я вам. Может быть, имеет смысл прокачаться за кадром? Потому что что-то как-то... Пошли проблемы. Потому что это только обычные враги. А вот представляете, что будет, если мы наткнемся на босса где-нибудь тут? Это будет немножко неприятно. Что я делаю? Так вот. Ам... Да. Хорошо. Будем надеяться, что нас хоть хабы выпустят из этого экранчика. Так, мы тут, но мы идем направо. Да? Или нет? Че я сюда пришла вообще? Чтоб подраться, понятно. Че-то я заблудилась, молодец. Я как бы понимаю, куда идти, но че-то я туда не ведусь. А, вот я хотела попробовать. А... Это чисто экспериментально. Хочу посмотреть. Умрут они сразу или нет? 27. 27 этаж. Давай, Ишива. Все-таки моя любимая Ишива в 8 финале. И все-таки что-то здесь происходит, когда... Ух, ты ж нифига себе ж. Неплохая такая атака, Ишива. Ну, это, конечно, еще надо правильных врагов подбирать. Которые уязвимы ко льду. Повышенный уровень, отлично. У нас теперь две материи. Лечелки. Для лечения два. А я малость заблудилась. А, ребята. Потому что сюда нас что-то не... Наш сюда не пускают, правда? Ну, подождите. Я же знаю, что... Как бы... Ну, пустите меня. Нет? Нет. Да е... Хорная баба, не пугай меня. Подождите, а куда тогда? Я туплю. По-моему, надо было просто тупо идти дальше по рельсам. Ну, ладно. Ну, бывает. Это, видимо, я... Перепутала немножко с другим моментом в этой игре. Потому что мы сюда еще вернемся. А, и, в общем-то... Будет у нас здесь еще дело. Наверное, да, я действительно перепутала. Эх. Ассоциативный ряд такой ассоциативный. А, ну, ладно. Зато подрались. Прокачали материю. Тоже хорошо, правда? Ну, ну, перед войслом. Здесь некоторое оружие выглядит очень забавно. Хотя, господи, это финалка. Вспомнить систы арты. Ах ты, зараза. Клауд, даже... До лимита его довели просто. До срыва. О, какой хороший фактический. Ого. Нет, пределами я не хочу сейчас валить. Потому что там луч-клинок, он... Дает отражение на других врагов. Поэтому мы сейчас до какой-нибудь другой битвы добежим. Он как раз пределом... Отлично, слушайте, вообще прекрасно. Пределом шмальнет. И как раз всех обрызгает. А, ладно, тогда... Что такое-то? Я же не нажимала наверх. Пустите меня. Так, идем. Ладно, обратно на рельсе. Не атакуйте меня. Пожалуйста. Просто... Да. В общем, так всегда. Вот так вот... Вот на этом больше всего времени в Final Fantasy уходит, в общем-то, я скажу вам. Видимо, поэтому игроку так один. Огонь-2. Вот, вот мне это нравится. А, ну... Давай этот... Инди-кун умрет к тому времени, скорее всего. Нет. Айрис не успела атаковать. Лимит прорвался вперед. Давай. Ну, давай. Да, вот, вот. Вот о чем я говорю. Что-то там... А, ой, на Айрис смерть, что ли, лежит? Через 25 секунд она умрет. Ну, не бывает тому. Мы быстрее спаимся с нашими врагами. Ох, господи, вообще прекрасно. Уровень у Клауда. Уровень у Айрис. У Клауда еще и Клим Хазард получился. Это новый лимит. Ой, слушайте, хорошая серия. Вот, на прокачку на материи. Там еще на всякой. Слушайте, вообще... Да куда же ты прыгаешь-то? Обратно давай. Бежим. Не зря, знаете, задержались. Не зря. А, вот, кстати, тут я имею... Имею желание сохраниться. И, в общем-то, я думаю, есть смысл... На этом с вами закончить данную серию. Я, скорее всего, чуть-чуть тут побегаю. Все-таки попрокачиваюсь. Потому что прекрасное место для прокачки. Еще и сохранение рядом. Если что, здесь можно будет восполнить жизнь с помощью тента. Прямо на сохранении. И мы со свежими силами уже прокачаны. Двинемся дальше. Я так думаю. Я так хочу. В общем, ладно. Серия была такая... Более-менее разгрузочная. Я извиняюсь за покашливание. Скорее всего, они будут еще продолжаться в последующих нескольких сериях. Но, к сожалению, болезнь еще не до конца отступила. И остаточная деформация горла дает о себе знать. Поэтому я заранее извиняюсь. Я надеюсь, вас это не сильно раздражает. Если раздражает, ну что поделать. Я могу не записывать пока. Но я думаю, это не лучший вариант. Ну, как бы там ни было. Продолжим мы с вами следующую серию. Мы движемся, я напомню, в горе Коррл. Туда у нас двинулся Северод. И, в общем-то, по-моему, куда-то туда заодно двинулся и Ходжо. И это очень подозрительно. А, в общем, как бы там ни было. Если вам понравилось, обязательно ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал. И, в общем-то, увидимся мы с вами в следующей серии. Всем огромное спасибо за ваше внимание. С вами была Северод. Всего хорошего, удачи. Пока-пока.